Ну вот такое рассуждение. Вот по-другому вот с окружностью, но проблема одна и та же. Ну что, видит ли кто-нибудь в чем здесь трудность? Ну хорошо, тогда, значит, роль занудной придется играть мне. Вы говорите, я теперь выступаю в роли занудного критика. Вы говорите, что нету геометрического построения. Вы доказываете, что не существует построения и середина отрезка одной линии. А я спрашиваю, а что такое построение? Как вы это определяете? Что такое построение? Вот я такой дурак и понимаю, извините. Когда вы берете на нашу плоскость две точки и соединяете в какой-то креоли. Да. Это называется построение. И так можно много раз делать. И вы говорите, что в результате этого нельзя получить середину отрезку. Странные люди. Вот я возьму отрезок и возьму две точки так, чтобы эти две точки пересекались в середине. Проведу прямую и возьму точку пересечения. Вот я вам построил все один отрезок. Вы сказали, что мне разрешают нарисовать прямые и искать точки пересечения этих прямых. Вот я нарисовал прямую, которая... Вы же мне не запрещали рисовать такую прямую. Я ее нарисовал. Точки, которые вы берете, не зависящие от точки А и В... Как это не зависящие? Это как понять? Вот эта точка зависит от меня или не зависящая? К чему я тут придрался? Что мы-то оказываем, что чего-то невозможно. Что какого-то объекта нет. А именно построение. Но тогда совершенно законный вопрос. Вот что же это такое? Если мы говорим, что единородов не бывает, мы должны объяснить, что это за единороды. Вот мы раньше, у нас были примеры. Вот примеры, мы все как-то говорили, что да, это построение, это построение, и все хорошо. Но если мы хотим показать, что построения нету, нам надо все-таки так и четко сказать, что же мы хотим. И первая попытка, что нам разрешает, можно проводить, брать произвольные точки и проводить читать их прямые и брать точки пересечения. Но тогда совершенно ясно, что мы вполне можем пройти через центру. И это нам никто не запрещает. Значит, надо как-то понять, почему только мы не считаем построением, надо как-то определить понятие построения иначе. Ну, точки А и В, ну, кстати, все. Теперь, когда мы проводим прямые... Что же такое построение? Если в нем две точки, которые не зависятся... Подождите, как-то опять меня начинает пугать, эта идея зависит идет. Если вы говорите, что бывают точки, которые зависят друг от друга, которые не зависят, то вот я не пойму, вот эти две зависят, а эти не зависят. Так. Для того, чтобы соединить с какими-то одними молодежками это вреднее настроение, нужно сами отгубить эти точки на основании чего вы это еще построите. То есть, ну, значит, хорошо, давайте, чтобы доказать, что я вас понял, я вас пересказываю. Что построение это вещь такая, что у нас есть какие-то точки, ну и какие-то объекты, какие-то точки и какие-то преимущества. Нам завиания даны. И мы не имеем права вообще, так сказать, взять и нарисовать середину. Единственное, что мы имеем право сделать, это соединить две имеющиеся точки преимущества. Дорисовать еще одну приму, добавить в эту коллекцию еще одну приму. И имеем право дорисовать точки пересечения имеющихся приму. И это единственное, что нам разрешается делать. И утверждается, что таким способом нельзя построить середину отрезка. Правильно я излагаю ваше рассуждение? Правильно. Теперь, тут я должен согласиться, что это совершенно правильно, но по очень простой причине. Если у нас имеются две точки, то единственное, что вы мне разрешаете сделать, это провести прямую. После этого у меня полный пад, я ничего больше сделать не могу. Точек у меня больше нет, проводить мне больше нечего. Другой прямой нет, пересекать не с чем. На этом вся наша конструкция завершается, то есть вы мне как-то все запретили в самом начале. То есть ваше рассуждение как бы правильное, но с другой стороны все-таки оно как бы доказывает, ну так вообще ничего не тебя построить. Ну так, вы так все запретите, ничего не делаю вообще. Можно добавить к... Ну сейчас, понятно ли, что все-таки что-то еще надо разрешить. Что такое все, я запрещу. Что-что? Если у вас будет больше, то что спокойно что-нибудь можно отрезать? Нет, правильно. Мы изучаем такую задачу. Можно ли разделить отрез полом? Значит, есть датаны две точки, и нужно построить середину. И вот мы доказали, что ее построить нельзя, в вашем смысле. Потому что единственное, что мы можем сделать, это провести эту прибору, и на этом наша возможность заканчивается. Соответственно, построения нет. Но все-таки это, наверное, вы согласитесь, что это не совсем то, что мы хотели доказать. Потому что, ну как-то во всех построениях, которые у нас были раньше, когда мы пользовались циркулем, мы всегда говорили, что вот у нас, допустим, мы хотим провести перкантибурию. Возьмем какую-нибудь разницу. Если бы нам не разрешалось взять какой-нибудь радиус, то мы циркуль мы не могли бы применить, потому что не обладаем. То есть тут все-таки, так вы, конечно, все заказали, но ценой того, что вы вообще все запределили, и ничего построения больше нет. В принципе, мы можем еще взять какие-либо две прямые, проходящие через эти две точки, и великого... Как, подождите, еще прямые через две точки мы других не можем взять. Или вы хотите еще хоть совершенно произвольную прямую разрешаете? Хорошо, тогда я сразу же моментально нарисую прямую, которая пересекает это в середине. Я говорю прямые, которые не занадеются в середине. Хорошо, пожалуйста, давайте я нарисую параллелограмму. И проведу, вот это у тебя гадает. Вы мне не запретили. В нашем сравнении уже имеют... А мы не умеем рисовать просто параллелограмму. Нет, почему же просто так? Вы мне разрешаете рисовать прямую или не разрешаете? Вы как-то обвелитесь. Не параллельно. Нет, то есть вот это нарисовать можно, но обязательно не параллельно. Так же? Нет? Тогда я сделаю какое-то другое. Я так тихонечко прикинул, где середина. Нарисую какие-нибудь вот здесь. Предварительно нарисую какие-нибудь прямые. А потом проведу по вашему указанию прямые вот так. И даже сделаю, чтобы они не были параллельными. И скажу, что вот, пожалуйста, вот теперь середина. То есть если вы мне запрещаете почему-то такое специальное запрещение рисовать параллельные прямые, то я и обойду без этого. Это вы можете сделать только потому, что вы знаете, что вы знаете, где там середина? Подождите, это не ваше дело, что я знаю, что я не знаю. Вы мне что-то разрешаете или не разрешаете? Какие-то правила. Я либо действую по этим правилам, либо нет. Значит, если вы мне разрешаете проводить прямые через точка А и В, то я их провожу. И все эти разговоры про то, что я знаю, это все... Волчу я знаю. А если вы мне не разрешаете проводить, тогда скажите, что же тогда будет, что же тогда будет. Да, какие у вас есть предложения? Вы должны корректно в произвольном случае найти середину. Это означает, что вы... Почему это вы меня обвиняете в некорректности? Хотя еще ничего... Если вы строите какую-то прямую... То что? То вы ее обязаны строить в общем положении. То есть вы не можете... Подождите, а какая прямая в общем положении, какая в необщем? Вы не можете заранее утверждать, что вот такая... А я ничего не беру, я тихо, тихонечко строю прямую. И вам ничего не утверждают, просто беру и строю. А она потом оказывается пересекает в середине. Нет, где вы меня ловите? Что вы мне запрещаете делать? Если вы в какой-то момент строите прямую, то можно построить такую же прямую, но так, чтобы она не была... Подождите, построить такую же прямую, а другой нельзя, это не надо. Нет, все-таки... Скажите мне... Если вы какие-то правила игры какие-то, но должны быть четкие. Что я могу делать и что нет. Да. Давайте я попробую свою версию... У вас существуют версии правил игры? Да, давайте, давайте. Во-первых, можно отметить точку пересечения прямой? Да. Если у меня уже есть две прямой, не разрешается отметить точку пересечения. Второе. Это... Произвольно выбрать точку на отрезке и отметить ее? Сейчас. Подождите. Произвольно. Это... Это... Это чей произвольно? Если я... Там произвольную сумму денег. То это вы решаете, сколько я вам дам, или я? Ну, это... Коля. Совместно решение. Нет, ну что же совместно? Коля. Решает Коля? Произвольная сумма, это решает Коля. Да, это решает я. Нет, я сейчас не понимаю. Я хочу... Я хочу сделать по стране. Мне не разрешает отвечать на какую-то дочь. А кто же тогда? Что мне разрешает? Ну, разрешается... Сейчас, как это сказать... Разрешаем его. Хорошо разрешаем. Есть программа «Живая геометрия». Нет, вы мне объясните, что я могу... Коля, вспомните менюшку. Сейчас, хорошо? Ответить случайную точку на объекте отрызок. Именно. Что значит, я бы сказала, точка случайная или не случайная? Эта точка не случайная. Но она может доказаться, выкройная нами точкой. Она не случайная? Она может совпасть. Случайную точку, это Коля. Да, случайная. Сейчас, подождите. То есть, у нас есть некоторые... То есть, не просто я вам объявляю какое-то построение. А у нас происходит некоторая игра. Я хочу построить в этой игре... Моя задача построить единый отрезок. Или ваша задача. Кто из нас заинтересован, что получили отрезок? Вы. Да. То есть, я имею право? Хорошо. А что тогда я имею право делать? Соединять две точки. Законное право. Да. Искать точку пересечения двух прямых тоже законное право. Да. А что я еще могу делать? Просить нас выбрать для вас точку 0. Так? Просить вас выбрать? Просить вас выбрать? Просить вас выбрать точку? Да. Тогда я вам сейчас скажу, что эти кадры будут делать. Как только я им прошу выбрать точку, они мне все время будут давать точку А. И я после этого ничего не провести, ни следить не смогу. Инformation. И они мне повредят? Отвечyer с какой-то точки. То есть, я имею право попросить.. Вне отрезка прямой или точку? Вне отрезка? Вне отрезка? Или нескольких отрезков или нескольких точек? То есть, я могу сказать, что я хочу, чтобы она была где некоторый прямой или нет некоторого отрезка? А могу ли я сказать, что она была сверху от прямой? Или, не заключение? Нет, вы можете сказать, чтобы она лежала на отрезке А чтобы она лежала, скажем, вот в этом углу, я не могу сказать? Можете. Тоже могу сказать? Да. А все-таки, какой полный список моих возможностей? Могу я скажу, чтобы она была серединой? Наверное, нет. Нет. А что мне разрешено тогда? Получить точку. Заказать. Заказать. Я ее от вас получу. Но я могу заказать точку. Где? Заказать точку по множеству и плоскости отличную от множества нескольких точек. Что это уже значит? Заказать точку по множеству и плоскости при этом это возможно? В области. А области это что значит? Первый сочинение плоскости. То есть я могу указать, у меня уже имеются какие-то прямые, они делят плоскость от части. Я могу указать какую-нибудь точку в этой части. И тогда указать часть, а вы мне дадите точку. И я должен буду дальше строить целые точки. То есть, вот это очень важный момент. Давайте вот сейчас понятно, чего они говорят или непонятно? Если я хочу привести построение, то игра такая. Я имею право, во-первых, соединять уже имеющиеся точки, а во-вторых, пересекать уже имеющиеся прямые. Кроме того, я могу попросить их нарисовать точку в какой-то области по моему углу. То есть, вот в данном случае, вот в четыре области, я могу попросить их нарисовать точку в одной из четырех областей. И они мне нарисуют эту точку. Ну или на прямой. А, я могу еще заказать, а могу я заказать точку, скажем, которая вот А и В, которая находится за точкой В. Могу заказать, это мое право. Или там между точками А и В, это я имею право. Да. И если мне, в конце концов, удастся построить центр, середину, то я выбрал. Переставлять точку, вы не имеете права. В смысле? Переставлять точку, вы не имеете права ее перестать. В смысле? Менять координаты после того, как точку дали, то она уже есть, ее нельзя двигать. Да. Нет, это, я прошу прощения, у меня такая подлянка, мне даже в голову не приходила. Ну, у меня даже дочка, а я ее подвину. И так я, конечно, легко построю, но этого я делать не могу. Да. Значит, опять же, по поводу определения построения. Что мы можем сделать в пункте? Мы можем определить объекты, которые мы можем построить с помощью циркуля и линейки? Подождите, пока циркуля у нас нет, только линейка. Хорошо. Если мы на территории этой линейки можем определить только точку дали. Да. Если мы введем систему координат, то любой объект, который вы построите, для любого вы сможете привести от настоящего уравления, основанное на подавление. Сейчас, давайте, значит, по всякому настоящему судебному процессу, должно быть понимание, что происходит. Вы пытаетесь, выступаете свидетельством защиты или обвинив? Вы пытаетесь доказать, что построение центра невозможно или что оно возможно? Посередине. Я не знаю, насчет построения. Вы спрашивали, что вы когда молодец, сказали, что надо сделать опыт. Что такое построение? А, вы предлагаете другое определение построения. Мне несколько интерес. Общему определению, что такое определение построения. Значит, во-первых, давайте поймем, то определение построения, как моя способность выиграть некоторую игру по некоторым правилам, которые они объяснили. Вроде бы оно понятно. Или оно кажется вам непонятным. Вы хотите это определение вам понятно, но вы хотите его модифицировать. Вы хотите что-то еще разрешить или что-то запретить? Или они будут говорить о том, что на течение всего того, как они будут заставить точку, или там, плохое и бесконечное количество условий, которые на эту точку будут... Хорошо, там измененные правила. В чем вы стояли? Им придется наблюдать бесконечное количество условий на точку, хотя бы потому, что мы можем переходить из демная пространства в свой угон вверх. Проектирование, которое здесь было, это совершенно не построение. Построение все происходит в плоскости. Это все как бы рассуждение по поводу того, что построить нельзя, можно там и прочее. А сами построения все в плоскости. И что же вам не нравится? Выходы игры? Да. Да. Еще раз. У вас, если вы говорите, что вы собираетесь строительной линейкой, объектом, который можно определить на плоскости, это прямые и точки. Да, мы все согласны. Второй. Если вы собираетесь объединивать какой-то прямой и какой-то прямой, вы должны объявить на плоскости. Ну хорошо. Вот у нас имеется отрезок. Точки А и В. С самого начала. Мы вводим систему координат. Да. Такую. Ну, например, вот так. Если вы собираетесь построить вот так вот, в первом случае, чтобы построить какую-то прямую, такая, что пройдет через сидит на АП, или где-то в свободе. Вы должны вывести уравнение, при этом оно должно быть... Ну хорошо. Это точка 0.0, это точка 1.0. Могу я заказать построить точку 0.1 от них или нет? Это вы мне разрешаете или не разрешаете? Построить точку? Вот она совершенно однозначно выведена. 0.1. Могу я их попросить? Разрешено или нет? Ну, через теоретически получается. Через теоретически, да. Хорошо. А точку 1.1 могу я построить? Ну, вы звоните тому, что можно построить точку 0.5.0. Нет. На самом деле, когда мы построим 0.1.1, мы получим параллельную прямую. И после этого мы уже знаем, как строить серетику. Есть такая программа, называется «Живая геометрия». Там, когда есть чертеж, то есть менюшка. И меню там не очень большое. Ну, например, через данную точку провести прямую параллельную данные. Там такое и есть. На данную прямую опустить перпендикуляр. Ну и еще несколько таких. Так вот, я предлагаю простую вещь. Убрать вот эти вот пункты из меню, а оставить только, ну вот, только совсем мало пунктов. А именно, берем программу «Живая геометрия» и деактивируем все пункты меню, кроме взять произвольную точку на плоскости, взять произвольную точку на отрезке, взять произвольную точку на прямой и вот, соответственно, провести. Хорошо. Кто видел программу «Живая геометрия»? Да. А скажите, когда мы говорим взять произвольную точку, что мы можем потребовать от этой произвольной точки? Чтобы она была там в какой-то области. Мы можем потребовать или нет? Нет. Вы ее можете только рукой перевести в эту область, только мышкой перетащить. Так я могу мышкой перетащить в середину отрезка или нет? Нет, в середину не получится. А просто… Что ж, нет, нет, я не понял. Что же я могу перетащить? Вы не попадете точно в середину. Смотрите, у вас, например, есть погрешность изверей. Поэтому, ну… Что-то я не понял. Если мы занимаемся геометрией, то мы считаем, что там все точки идеально тонкие. Если вы не разрешаете передвигать мыши, то я тогда передвигаю. Если вы не разрешаете, тогда спрашивается, что же мне разрешаете. После того, как вы передвинете, можно же подвинуть точки А и Б, и она соскочит в середину. Вы знаете, так я все там докажу. Пусть здесь будет построение. Я построил середину. А потом вы пришли, подвинули точку А. И говорите, нет, теперь это не середина. Извините. Да-да-да. Давайте договоримся вот на те правила, которые были. Что я имею право соединять произвольные точки, проводить произвольные прямые и заказывать точку в какой-то области. И я выигрываю, и снова удается построить середину отрезка. И теперь я повторяю ваше рассуждение. Почему у меня нет способа выиграть? Потому что, говорите вы. Вот представьте себе, что мы с вами играем на этой плоскости. И я заказываю то, а там заказываю и все. Все это делаю. И, значит, в конце концов получаем середину. Да. А вы тайно фотографируете, делаете видео того, что происходит в тени. И говорите, что теперь то, что происходит в тени, вполне можно рассматривать как выполнение моих указаний, но это другого отрезка. Да. И, соответственно, если, значит, я заказывал все, то и там тоже должно получиться середину. А там оказывается не середина, а проект середины. Значит, неправильно. Вот такое рассуждение. Правильно я тебе сказал? Да. Теперь. Видит ли кто-нибудь в чем здесь подруга? Где здесь ошибка? Что-то никто не видит. А вот смотрите. Сейчас я все вас разговариваю. Значит, в чем проблема? Я заказываю, я заказываю, вот у меня, допустим, АИ. Я заказал точку вне отрезка. Вы мне эту точку давили. Чуть-чуть получше. Чуть-чуть получше. Нет, ну пока, вот вы дали. Ладно. Теперь. А что? Вы дали получше. Не понял. Теперь. Значит, вот у нас имеется, имеется у нас тени, а вот у нас стол. Вы дали вот эту точку. Стяните себе что-то. Вот такую точку. Вот получится А-штрик. Вот получится Б-штрик. А вот эта прямая уже пойдет, луч пойдет вне. То есть реальная проекция по сравнению будет вот такая точка цели. То есть я заказывал точку вне отрезка А-Б. Вы мне ее дали. А на вашем видео, которое вы снимали в теневой плоскости, точка была не вне отрезка А-Б. Так она вне отрезка А-Б. Нет, ну А. Я просил ее за просто за точкой Б. А здесь вы мне дали не за точку Б, а наоборот за точкой А. А мы могли чуть-чуть только. Отличие могло быть совсем маленьким. Я смогу изменить точку лампу так, чтобы точка осталась. Нет, подождите. Тогда у вас только происходит... Раньше был план понятен, что вы заранее, тайно заготовили плоскость стола и лампу. Мне поэтому ничего не сказали. Да. И я теперь начну к лампу разными построениями. Да. Хорошо. А теперь вы хотите еще лампу двигать в процессе. Да. Подстраиваясь к коду вашего построения. Да. И также подстраиваясь к моему построению. Смотрите. У вас в строении есть четное число. Ну, конечное есть четное. Ну, хорошо. Допустим, пишу вам. А теперь, соответственно, приму картину. Вы можете картину больше, чем... Вы хотите доказать что таким способом? Вы хотите объяснить, как поставить лампу или что? Ну, я могу только показать лампу. Вы доказываете, что можно поставить лампу как? Чтобы ваше построение осталось верным. Чтобы построение осталось законным. Да. Что можно поставить лампу так, чтобы построение осталось законным. И тогда, значит, и здесь оно тоже будет законным построением. Для этого есть проблема. Представим себе, что в ходе моего построения мне бы сначала... Я, например. Мне сначала понадобилось построить две параллельные применки. Как? Нет, а их надо. Вы же доказываете, что это невозможно. Значит, вы обязаны иметь дело с любым моим построением. Я его заранее предъявляю. Не конкретное построение опровергается. А присмотрим. Представим себе, что в ходе этого произвольного построения на этом стекле появились две параллельные применки. Да. Значит, вы хотите подвинуть как-то лампу. Да. Как вы ее будете двигать? Так, чтобы они остались параллельными. Так, чтобы они остались параллельными. То есть вы подвинете лампу так, чтобы на новой космосе эти прямые остались параллельными. Нет. Чтобы они не были параллельными. Чтобы прямые не были параллельными. Да. Чтобы они не были параллельными. Так и что же? Тогда это самое главное. Но я еще не могу спросить, пересекаются прямые линии в ходе работы. Мне не верено спрашивать, я не могу действовать в зависимости от того прямым параллельным линии. Если я не параллельный, то я прошу какого-то. А если я не дел параллельный, то я прошу другого. Мне что, это запрещено как действовать? Да. А что же я тогда ничего не вижу? Я даже не могу узнать, какая точка между какими пересекаются или не пересекаются. Зачем могу узнать, пересекаются они или нет. И в зависимости от этого действует по-разному. Хорошо, да. Если они здесь у вас не стали пересекаться, тогда то построение, которое я здесь сделал, оно здесь я уже действовал иначе. Соответственно, для этого строения я сменю ламу еще раз. То есть лампа будет действовать так, что параллельно, в конечном счете, то окончательное положение лампы, которое вы сказали, оно будет параллельно прямым. Это пересекается или нет? В тени, и титры не будут соответствовать соображениям. Да. Ну что? Я тоже вам это видео. Вы измените как-то свои показания. Вы хотите снова теперь это видео сделать как бы на новом? Да. Я даже другое буду делать. Там другие будут построения, другие прямые будут параллельны. Да. Новое построение. Теперь я снова изменяю вам так, чтобы оно было неверно и так далее. Значит, ну хорошо. Одно параллельно. Я заменил, потом вы ни на чем не остановитесь. Каждый раз вы меняете картину, но у нее построение выглядит как-то иначе. В этом нет ничего запрещенного. Ну и никакого противоречия нету, потому что каждый раз мое построение было правильным, а когда вы меняли и снова делали тень, то оно не давало середину, но оно и не соответствовало моему алгоритму. Если у вас... Хорошо, давайте... Сейчас. Понятно, чего мы обсуждаем или уже непонятно? Ну давайте я вам скажу так. Я вам скажу некоторое построение, которое... Метод построения. Такой. Он состоит в верточке. Вот у нас есть прямая и точка. Прямая и две точки. Я прошу нарисовать какую-нибудь третью точку именно этой крылью. Вы мне ее рисуете. Я теперь рисую вот эти две прямые. Я прошу указать какую-нибудь четвертую точку. И вы ее тоже не интересуете. Теперь я начинаю проводить все прямые, которые только может быть. Провожу прямую, получаю точку. Затем провожу еще другую точку. Получаю еще одну точку. Я делаю следующее. Я через все прямые точки, которые есть в прошу прямую. И все прямые, которые есть, пересекаю. Добавляю все точки пересечения. Дожидаюсь такого момента, когда появится параллельная прямая. Как только параллельная прямая появляется, то мы меняем наш конструкт. Не дождетесь. Нет, подождите, но все-таки рассудка. Дождусь я и не дождусь. Это другой вопрос. Но ваше рассуждение доказательством неправильности, оно явно, явно. Это вы меня провергает. Потому что в тени будет не то же самое, а этот момент будет другой. В тени другая прямая параллель, и, соответственно, в другой момент я начну действовать иначе. У вас будет некий совместный момент? Я буду давать то же самое, так и то же... То есть, нет, я не утверждаю, что я вам... То постарение, которое я сказал, оно неправильно. На самом деле, если он будет выбирать точки вредным образом, то у меня никогда параллельной прямой может и не получиться. Но, в принципе, задача не в том, чтобы опровергнуть утверждение. Задача в том, чтобы найти ошибку в доказательствах. Значит, ваши доказательства это постарение не запрещают. А правила игры такое постоянно завершают. Поэтому у статистов есть проблемы. Да, но я смогу выбирать точки так, чтобы не было проектов зимой. А это вы не доказали. И вообще даже не пытались доказать. Как вы доказательства сейчас? Нет, хорошо. Вы согласились, что предыдущее доказательство было неправильно? Потому что в нем был некоторый пробел, и оно... Согласился, согласился. Да. А теперь вы хотите сказать, что то, что я сказал, это ведь некоторый конкретный случай. Я буду устроить какие-то точки, они будут находиться в каком-то положении. То есть какие-то точки будут слева на каких-то отрезках между какими-то и что-то еще. Вы собираетесь сделать проекцию так, чтобы все эти положения относительно сохранились или нет? Да. То есть вы хотите, чтобы если какие-то точки были одна между двумя, то есть, в принципе, все нет. Да. Но тогда, извиняюсь, ничего у вас не получится. Почему? Потому что если я нарисую так много точек, просто заполню всю эту плоскость точками... Вы не можете заполнить точку тоже? Нет, почему? Я могу проводить точку просто прямую. Я буду проводить прямую через ваши точки. И затем уже через свои, в большом количестве. Да. И получится один точек. На самом деле, я точно буду практически всю. Ну, вот, слотно сделано. Не получится. Не получится. Но если вы хотите найти такое проектирование, при котором порядок трех точек сохранится, это означает, что оно должно быть параллельно. Потому что если хоть где-то оно перекусится, а параллельно нам не годится, потому что при нем все еще это переходите. Это сложное место, неудивительно. Понятно ли, в чем проблема в этом? То есть какое было рассуждение и в чем с этим рассуждением? Значит, определение в терминах игры и проблема с доказательствами. В го tenían. Вого. В. В facilitate и ва serioВ и океанне, вскш Transform. В фу.